всем привет вы на канале китай велик и с вами андрей и сегодняшнем видео мы будем судя по вот этой вот трассе такой себе полигончик для тестирования механических тормозов и как они вообще работают посмотрим собственно тормоза фирмы нут дисковые механические с двумя подвижными колодками предыдущих видео я показывал как их установить настроить все дела вот это все мы сделали и немножко хочу рассказать о гармине gps навигаторе и 130 что я хочу сказать зимой вот сейчас на улице минус 7 ветрено я проехал 562 километрах за 22 минуты и он уже разрядился на 60 процентов то есть уже осталось 40 процентов в общем что можно сказать зимних велопокатушек если он у вас есть потому что он реально быстро садится буквально на глазах что интересно пока я говорил рассказывал про то что он садится на морозе пока постоял минуты 2 он еще больше сел уже осталось 20 процентов просто его получается сейчас нужно снимать и ложить карман потому что он до конца покатушки он просто не доживет а в кармане он быстро отдает и будет работать дальше так что учтите это он не для зимы итак будем делать как следующим образом дорога я разгоняюсь на этом велосипеде до 20 километров почему до 20 потому что потому что 30 здесь это будет бесец как сложно и учитывая то что здесь снег сейчас ну уже укатанный нормально то это будет очень скользко и я думаю 20 километров вполне хватит далее что я буду делать видим вот этот вот куст и вот здесь я типа начать я буду начинать тормозить тормозить буду ту сторону и уже буду считать тормозной путь примерно ну шагами там метр-два то есть один шаг ваша такие вот шаги примерно по метру и потом посмотрим насколько мое торможение улучшится так можно будет замерять по вот этим вот столбик сделаю сделай пожалуй пожалуй парочку заездов как заезда разогнаться раза так три и посмотрим как она где она затормозит и так заезд номер раз видим он самый первый от него я начинаю тормозить только перед ним колесом и используя только сейчас один палец и посмотрим сколько я проеду 20 километров напоминаю вот что я и говорил когда блокируешь переднее колесо можно упасть я почти упал практически ну рулем пол ноги получил в общем мы доехали сейчас до первого столбика метрах у меня получился тормозной если посчитать считаем то есть вот этого куста от линии которую я начертил и до первого столбика 8 метров поехали дальше второй заезд теперь уже с двумя пальцами торможения также переднее колесо передний тормоз и ну что могу сказать тут уже все зависит от вашей техники торможения потому что так сказать не сильно начал тормозить и даже видим что вот была полосочка именно прям заблокированным колесом колесо в сторону ушло и началось непонятно кидание со стороны в сторону и так также повторю также двумя пальцами буду зажимать со скоростью 20 километров поехали не на это вообще сама дальше получилось я думаю видно было да как меня к швырнула и из-за этого получается что эксперимент не очень сильно хорошо удается но мы не останавливаемся на достигнутом потому что все таки меня получилось как-то одним пальцем затормозить хорошо учитывая один палец не два но я одним пальцем у меня как бы наверное силы не хватило заблокировать кольцо поэтому у меня и не получилось чтобы так кинуло так ну что какой же там по счету уже не разбился четвертый заезд еще раз хочу от третий раз к будет контрольный если не получится то значит лучше все таки тормозить одним пальцем зимой чем двумя потому что зимой сильно скользко и сильно скользко 20 километров два пальца передний тормоз фу не но это нереально просто нереально то ли тормоза такие хорошие схватывают тормоза напомню фирмы nude китайский с двумя подвижными колодками или же блин вообще скользкая дорога я даже не могу передать там в особенности накатана дорога хорошо но теперь число для сравнения хочу попробовать одним пальцем опять тормозить одним вот просто как обычная делает она и гидравлических тормозах и посмотрим как она получится напомню что первый результат получился у нас 8 метров на скорости 20 километров то есть тормозной путь составил 8 метров поехали так ну что смотрим вот где я остановился получается даже он видим где первый столбик там было 8 метров но где-то расстояние еще полтора я думаю ну выходит где-то шесть с половиной метров тормозной путь со скоростью 20 километров зимой на укатанной дороге с этими механическими тормозами от фирмы nude который заказал на алиэкспрессе и так далее и тому подобное в общем я конечно этот тест еще потом повторю летом наверно или весной он когда здесь уже будет более-менее погодка должна здесь меньше всего машин ездит там далеке они ездят а здесь вот реально там один два три четыре машинки прокатиться и все собственно но вы конечно же поддержите видео лайком чтобы я не зря старался просто делаю это я для вас мне как бы все равно она тормозит и тормозит но я хочу поделиться с вами своими впечатлениями как вообще стоит ли брать такие тормоза как они вообще работают очень даже бодренько учитывая то что их притёр уже и притёр и их и не быстро почему потому что все-таки меньше зимой катаешься и не сильно большая скорость и экстренных торможений мало и тому подобное и так далее в общем если бы конечно позволяло на телефон залезть из телефон это тестировать там есть вот такой вот склон где он видимо и теперь еще самый самый важный тест я сделаю всего лишь один заезд и сразу станет понятно что сейчас те же самые условия 20 километров скорость торможу полоски которые начертил и посмотрим сколько выйдет на скорости 20 километров так что поехали а то уже один процент торможу одними пальцами вот так вот правда чуть раньше начал тормозить где-то за полметра за метр но и тормозной путь у нас оставил уже блин реально если посмотреть вот я стою и считаем раз два три четыре с половиной это зажимаем оба тормоз вот такие у нас получили сегодня маленькие тесты механических тормозов не знаю что вы думаете по этому поводу дайте об этом знать напишите об этом комментариях как вам такой тест это конечно не лабораторный но в частности даже крупные каналы снимают такие что-то замерили что-то там подшуршали там парочку заезда катанули все у них что-то там примерно и вышло все зависит я же напомню что вот типа колодок вот типа роторок какие они оригинальные или нет притерты насколько влажность то есть погода техника торможения все это зависит от вашего торможения с какой силой вы нажали ручку потому что масса масса причин которая может повлиять на ваше торможение так что надеюсь видео вам понравилось ставим лайки подписываться на канал с вами был андрей канал китай велик всем удачи и хороших вам торможений и не и